Маленько, я кое-что пояснение дам. Это мы собрание проводили. День нашего сайта, написан. День нашего сайта, форума, ютуба, моего мира, ВКонтакте 01. Я попрошу дать разъяснение, что сказал ты. Вот сейчас включаюсь с тебя, я вызваю. Интересно, если обратиться в прошлое, сделать ретроспективу, вспоминаешь, как первые компьютеры появились, и первая жесткая критика в отношении компьютеров, Игнат Тихонович, так резко вроде все это, ненужное. Так, Атам, объясни, когда было, что компьютер, я резко высказался. Тем более, мы с тобой когда познакомились, я с компьютером уже был в близких отношениях, уже у меня 14 материалов напечатано было. Как мог я резко против компьютера, и где? Нет, если первые брать годы, то еще не было, потому что бумага, было еще напечатано на листочках, если помните. Первый компьютер был у меня. Первый компьютер был у меня, один из первых. И я печатал... Мне это делал Клименко. Да, это, да, Клименко. Как я мог бы против, когда я на ней пользовался? У нас еще не было компьютеров, и поэтому отношение к компьютерщикам... А к компьютерщикам, и дело наоборот. И к компьютерам в этом плане, что вроде это... Ну, меня спрашивают сейчас, я ответить, я говорю, я не знаю. Дело в том, что когда я был в армии, а это, ну, как сказать, 60-й год, 60-й, 61-й. И вот тогда сведения были о компьютере. О каком? Тот, который находится в Брюсселе, Тир. И тогда, конечно, речь шла только о начертании, там, чипировании. Это 60-й год был. До 60-го года мы с тобой не знакомы. Тогда, естественно, мы его в глаза не видели, этот компьютер, но слышать, слышали. И отношение было очень отрицательное. Ни под каким видом мы печать не примем. Печать и антихрист у нас шло заодно. А что на нем можно печатать, как я сижу, я-то... Никто не знал этого. Поэтому против сказать, я был-то, и у меня дня не было, что я против. Когда приехал сюда Александр, этот, Иосифович Нежный, он привез около 20 компьютеров по тюрьмам. И спрашивает меня, он у меня был, и говорит, вам нужен? Я говорю, а зачем он? Как? Я же знаю, это большие деньги стоят, а у меня какие деньги-то? Он говорит, ну, я могу подарить. Но подарить он мне тогда подарил. И теперь компьютер у меня занял место в пишущей машинке. Ничего больше я не делал. Никакого интернета, ничего не было. То есть конкретно против компьютера, когда я его видел, у меня не было никогда против. Ни одного слова, ни одного дня. А программистам, не компьютерщикам. Но я по сегодня того же мнения. Если они не верят, составляют разные игры, а они почти сплошь бесноватые. Это в интернете выведено, как беснование начинается у тех, которые играют, дети. Это очень опасное занятие заниматься этим. А компьютерщики, я имею в виду программисты, они, как правило, там играют, сидят и занимаются этим. Вот в этом отношении, да, я был против. А не против изобретения и прочее. Я пояснение даю. Так. Я сейчас чуть-чуть допредвину, потом остановлю. Он вспоминается другой шаг. Появление, так сказать. Так. Ну, это первый шаг, значит, против компьютера. Против компьютера я никогда не был. Нигде. Никто от меня не слышал, ни один не подтвердит это. С чем это вызвало, что ты говоришь? Ну, я не знаю. Подтверждать это надо или не надо, это, как сказать, незачем, собственно говоря. Ну, да. Но что критика была, это однозначно. Это критика была не против компьютера. Ты сейчас сказал, компьютерщиков. Да, действительно. Я остаюсь при том же мнении сегодня, что если играют игры, детей даже не принимают. Компьютер, как вы помните, так сказать, конфигурировал и помогал явам. Да, да. Ты первый, который вел. Я к тебе постоянно обращался. И приходил на работу даже. Я тебе очень-очень благодарен. Ты эти бланки, рисунки на детские характеристики, ты выводил. Плотно. Вот так, чтобы память осталась, что помогал. Это ты. Тогда еще Витя где-то учился. Саша, я не знаю, только начинал. Для меня ты главный был. И когда они вышли уже как программисты, я говорю, а вы можете знать столько, сколько Алексей знает? То есть ты для меня был как авторитет и абсолютный авторитет. И где я обращался к кому-то, я говорю, ну у нас свой есть. И называл тебя большими словами. Теперь второй момент. Что-то у вас телефоны. Та же самая резкая критика, потом появляется сайт и все. Так сейчас, насчет чего критика? С телефона или что? Телефон вы всегда любили. Сам телефон трубчатый. Но долгое время вы не принимали. Я не покупал, нет? Да, не принимали телефоны, так сказать. Только не против. Ты высказался совершенно неправильно. Не против телефона. Я посредством, по одежке протягиваю ножки. И поэтому я категорически против того, чтобы у меня был телефон. Почему? Во-первых, звонить некуда. У меня стационарный. А во-вторых, кошелек. И тогда Марина... А у Марины, вот она, за стенкой жила. Мама от своего, как бы, то ли, то есть дети купили хорошее. А этот она решила мне. И она меня подготавливала три месяца. Говорила, вот, ну, знаете, вот летом дети звонят, а вы бегаете к Игорю, по стационару звонят. А хорошо, когда свой? Я соглашаюсь. Хорошо. И в конце наступила, через три месяца, она прямо вытащила телефон и говорит, вот, вы со всем согласились. А как, сколько стоит, нисколько не стоит, это Мамин. Вот как дело было. Ну да, беда-то в другом, что мы собирались брать, так сказать, группа активных, этот сотовый телефон. Мы никак не могли вас уговорить на это дело. Никак, да. И Марина в этом плане перехватила награду. Ну, ничего не поделаешь. Но не против телефона я, Алексей. Телефон, я знаю, что я говорил о том, что сотовые телефоны вредные, что пятое-десятое там, да, то есть это... И критика в отношении этого. Но когда телефон уже появился, человек привыкает к этому, начинает понимать, что это за инструмент. Дальше поверяется. Я получил бесплатно его, когда тот телефон у меня что-то сделал и сгорел. Вот. Второй телефон мне купил Митя Капустин. Да. Он привел меня в магазин и стал ходить. Там и огорчение наступило. Я показал на самый дешевый. А он пошел с продавцами договорился. А я на себя беру. Не могу я чужое брать. Дело в том, что не просто я скупердяй какой-то, а... Хотя такой я и есть. Но у меня вообще денег нет. Но на чужой счет я не хочу. И он тогда купил мне. Это после этого тоже еще повреждение какое-то было. Наверное, другое взяли где-то. Теперь. По нему можно говорить не более двух минут. И этих по две минуты не больше за сутки, чем пять раз. Поэтому у меня это вот Володя знает строго. Мне кто звонит, так две минуты прошло, до свидания. И за все время, вот я, допустим, за год ни разу не позвонил. Деньги мне кто-то перечисляет. Вот сейчас мне наложили на него сколько, а ты скажи мне попутно. Могу я с моего телефона на Володю перекинуть деньги эти? Да, это можно сделать. А ты сделай мне это сегодня. Нет, ну сейчас я это не сделаю. Надо там просто номер телефона набрать. Ну вот он его телефон. Мне зачем это делать? Надо посмотреть номера, которые это предлагает, режим такой, и перекинуть это возможно. Я потом подскажу. Я к тебе обращусь. Вопрос-то не в том, а когда говорится слово критика, оно слово обобщенное. И если какая-то критика в отношении пользования телефона или еще чего-то, это не означает, что само изобретение неверно или там в руках человеческих, но критиков в отношении телефона и лично ваших представлений и как получать, и как им пользоваться, это ваше представление. У нас немножко другое. То есть, может быть, понимаем или не понимаем, вопрос другой. Я ни копейки не тращу. Я никому не звоню, но он у меня все время с собой. Ну понятно. А правильно это или нет вопрос, или неправильно? Если деньги дают для того, чтобы общались, чтобы выполнялись работы, это оправдано. А если деньги лежат, и вы делаете звонок, который за счет другого абонента, это уже накладка другому человеку. Это понятно. Никогда не пользуюсь. Только тогда, когда схожу, узнаю, какие это льготы. Вот севастяном я пользуюсь. У него безлимитный. Безлимитный. Тем более я не заставляю. Если мне нужен, допустим, Митю, я заранее договорился. Песоцкий банкир. Главный банкир Алтайского края. Вот здесь мы ходили во дворе у меня. Я говорю, Владимир Филимонович, я вам дам когда сигнал, то после, ну, два раза пикнет, я не буду за это. А почему, я говорю, за это деньги платить надо? Вы мне сразу перезвоните. Да что у вас денег нет? Я говорю, не гляжу, он что-то полазил, не гляжу, 10 тысяч вытаскивает. Он у меня 3 тысячи стоит? Да даже стоит или нет, не знаю. А он мне 10 на это. Я ему говорю, да не в жизни я не буду это делать. И поэтому у меня особое отношение. Вот у меня этот стационар. Я накапливаю. Тогда, когда было еще, даже повременного не было там. Куда мне позвонить? Я насчитал, допустим, мне нужно 500 звонков сделать. А куда? Во все организации, на заводы, что открывается занятие в университете. И я иду к Савалею Жене и целый день сижу и названиваю. И через эти звонки, вот Татьяна пришла, Брыдкова, вот, Любовь Петровна-то. Вот, у меня нету? Нету. И вдруг находится один предприниматель и мне проводит телефон, то есть ставит. И кто это? Ну, сожитель или как сказать, была Яговихина Люба? Да. Ну, для меня это представить. Дома, телефон, стационарно. Да купили такой, который звонки фиксирует. Это высота. Я не против, но у меня нету. И теперь я ему пишу благодарность, что его фамилия Крупский. Что вот он купил для меня такое дело, теперь со мной связь, все звонят из-за рубежа даже. Люба как узнала, как начала меня. Он говорит, ложится, говорит, спать. Вот так, говорит, грамоту возьмет и считает. Она как возревновала. Это, понимаешь, он там где-то с ней не ладит. А я говорю, какое ко мне-то отношение имеют. Она не могла этого терпеть, что я его поблагодарил. Вы меня видите, но вы не знаете, что у меня другие есть тормоза. Я не могу. Вот я пользуюсь. Вот там стоит телефон. Почему? От него компьютер. А как я отношусь к компьютеру и к телефону? В первую очередь я с первого дня молюсь за Мартина Купера, изобретателя вот этого телефона. И за Тим Бернер Старли. Вот мое отношение. Не просто благоговейное и желанием как-то отблагодарить. Ну да, они в историю попали тем, что первое сумели провести. А вообще, если брать, это, конечно, не только их решение, а целых коллективов. Продолжаю. Но интернет, тоже жесткая критика. Так, подожди. Интернет-критика, это все ко мне относится. А этого вообще никогда не было. Когда первый Саша взял у меня, говорит, можно интернет? А как это, что? Я дал, дал. А потом мне говорят, а что у вас такой скучный, который со мной судился? Вот. Он говорит, а что у вас такой, ну, скудный? На первые книги поставили. Но это для меня было настолько интересным. Во время занятия в ИГТУ, а через три комнаты у них там зал этот был. Я ходил и просил, откройте наш, глянуть, как это в интернете. Но это первый слабенький был. Я приветствовал двумя руками, Алексей. Это ты, не знаю, про кого говоришь. Это не про меня. Интернет, даже минуты у меня не было. Я понимал. Это все равно, что распространите другие, чтобы услышали. Ну, кто более активно тут пользуется интернетом? Сейчас-то да. Ну да. А в начале? А в начале интернет, когда я услышал, с первого дня я это принял, этого не было. Вообще, слова одного не было. Как я мог против, когда для меня это все равно, что вдруг появились посыльные и громкоговорители, я как говорю, с крыши далеко будет слышно. Я уж тут Сашу просил. А у него-то на телефоне было, и когда он включает, к нему нельзя дозвониться. Телефон блокировался тогда еще, первое время-то. Никак. Но, допустим, так. Все, как ты сказал, так и было, по незнанию сказал. Но это как раз говорит о том, что не разобравшись, я в воду никогда не прыгаю. Я внимательно смотрю, что за этим стоит. И когда я увидел, что можно... Первый у меня учитель по компьютеру, у вас здесь был, за этим столом, Галя Загуляева. Она показала запятую, и вот здесь точка. Для меня это чудо было. Это вообще, я всыпился. Там надо подтирать, там стучать надо. А тут можно переправлять. Ну, тут и пошла работа. Я сразу купил он книгу по компьютеру. И вот такие карточки наделал, сколько я писал. Вы мои учителя. А потом уж все перехватил на фановил Судников. Тогда он был аэромонахом. Сейчас Николай Николаевич Судников. Размонашился, женился. Ну, я могу сказать только одно. Что человек, который не меняет свое время в течение жизни и занимается таким делом, это не совсем правильно. Всегда меняется мнение, если человек серьезно подходит к своим делам. Потому что иногда открываются новые грани, новые возможности. Но то, что 9 лет, печатая книги, я провел больше 30 тысяч часов. Ну, это что-то означает. О чем-то говорит. О чем-то говорит, да. Как говорится, в интернете говорят, он говорит, активно внедряется. А встретился в редакции, здесь говорят, более вас активно, критерщики. Ну, посмотри. Не знаю, кто брать. Мы говорим таким. Просто придет время, когда человек созреет, осознает все это. Гляди. Что, сайт, форум, ютуб, мой мир, ВКонтакте у меня, одноклассники. Подошло время. Фейсбук. Время пришло. Время пришло. И это тоже уйдет. Понятно, с чем я вышел. И это уйдет, Игнат Тихонович. Может быть. Потому что я думаю, может быть, что-то и другое. Но на компьютере, представь себе, я до этого на магнитофонах. Да больше у меня никто. Магнитофонизация всей Сибири и России была. Теперь на этом. На одном компьютере только, тогда, который я набрал ролики свои, проповеди, 500 только сразу снял. Да. Помните, я слово сказал в начале? Ретроспектива. То есть, означает взгляд назад. Вспомните, сначала магнитофоны, печатные листки, потом статьи, потом газеты. Потом книги, потом подход телефон-интернет, потом больше интернет-сайт, форум. Ну и сейчас вот-вот как раз это есть. В интернете я провожу, считаю, субботу-воскресенье в среднем 14-15 часов. Без глаза остался, считай. Но по-другому никак. Ты вот, посмотри. Недавно выставили материал. Ну, тут дальше ты уже о другом говоришь. Все, отпускаю. Посмотри. Вот. Что же у меня тут? Да вот оно где. Вот ты показать хотел. А что это у меня ушло? Слава Богу. Все, слава Богу. Вот. Вот оно. Похвалиться, как сказать. Посмотри. Православный видеоканал. Ну, красота. Видеоканал что-то стоит? Нет, подписчиков официальных 1506. Это те, которые зарегистрировались. Посещение 693 тысячи. Теперь смотри. Вот это. Вчера разговаривали, а сегодня Сергей уже выстоял. Вот они подряд. Братья в воскресенье ходили. Вот наше утреннее занятие какое у них было. Посмотри. Самое популярное у меня было это увольнение из Московской духовной академии Андрея Кураева. Сколько? 20-70. А тут, глянь, сколько? За полтора недели? Да. Сколько? 34 тысячи. Слава Богу. Все, с Богом. Готови. Давай, поблагодарим Бога. Давайте. Господи, слава Тебе. Ты дивный великий. Слава Тебе. Поздай милостями всем, кто заботился об этом деле и о возрастании нашей души. Благостои брата Алексея, домашних его и все родство. Кровь Твоя святая сроднила нас. И на нашу немощь Ты посылаешь людей, знающих, обогащенных опытом. Хвала Тебе. Помоги им простить меня, в чем я перед ними провинился. Тебе слава за всеотецственность и святой дух. Аминь. Слава Христа. Сердечно благодарю. Слава Богу. Слава Богу. Ты сейчас все, Наташа, скажешь, простит, скажешь, как интересный разговор. Я ролик выставлю, потом посмотришь. Да, главное. Ты для меня вообще незаменимый. И ремонтируешь вот только воскресенье. Не, ну слава Богу. То есть, как бы, любое дело, особенно даже компьютеры, в руках наших, оно, видите, как обращается на славу Божию, на пользу человечеству. А сколько ты потерялки-то, как у меня что? Да. Так скорее. Одно время я отдал тебе это, ремонтировать-то. Ну, а ты держишь там неделя, нету. А я везде пошел, батюшка замучился со мной, говорит, он лезет везде. А Алексей, да скорее отремонтируй ему эту игрушку-то. Помнишь? Да, да, да. А у меня что-то завис там, сломалось это. А на компьютер я заново-то пересчитал-то как. Все. Слава Богу. Ну, все. А сравнив-то чистоту не приходится. Слава Богу. Слава тебе, Боже. Слава тебе. Ну, все, поехали мы, слава Богу. Маме поклон передавим. С Богом. Слава тебе, Боже. Священник, сзади благословлю тебя. Давай. Сколько он сделал, Алексей? Помощник первый. Он программистом работает. Ну, и вот это сказал, теперь я услышал от него. Действительно так. Я очень осторожно подхожу, но против никогда не был. 60-й год, а компьютер мы не видели. Слышали только одно, что это Тир. Там где-то в Брюсселе он начертания ставит. Ясное дело, что было опасение у некоторых. Что такое компьютер? Ну, а когда уже увидели, что компьютер, да привезли, да подарили, я из-за него уже не вылажу. Вот так. Слава Христу. Слава Христу. Это у нас сегодня 4 января, февраля 2015 года. Вот я посмотрел. 34 308 посещения. Это фильм из Звягинсова «Левиафан. Во свете Библии» я разбираю, показываю. Ну, и тут, когда завтра-послезавтра будут показывать, они, если только разрешают в России, то тут еще будет больше. А люди попутно приходят уже и на весь видеоканал. А весь видеоканал, это не игрушка. Вот я открою менеджер видео и покажу. Смотри, сейчас покажет она. Сколько у нас тут? Вот. 2664 видеоролика. А у нас ролики есть, вот она, сколько, час 8. Ну, это поменьше, которые. А основные где? 2 часа 6 минут. Сейчас 21. 46 минут здесь. Сейчас 22. То есть очень большие. Поэтому я очень благодарен тем, кто YouTube содержит. Да благословит их всех Господь. И форум, и особенно мой мир люблю я. Во славу Божию. Слава тебе, Божий наш. Слава тебе.